В одном из видео вы говорили, что к НЛП относитесь отрицательно. Вы можете пояснить более подробно, что не так. Меня интересует не в разрезе манипуляций других, а в применении НЛП для управления собой. У каждой техники есть морально-нравственная база. Морально-нравственная база НЛП – это паразитизм. Понимаете, если вы начинаете использовать паразитизм, то он рано или полночь начинает действовать на вас. Есть такие вещи, которые нейтральны, например, как нож. Если я ношу как бандита, это проблема. Ножу как домохозяйки – это способ порезать овощи, например, салат. Есть вещи нейтральные, которые не являются непорошим. А есть вещи, которые паразитические. НЛП – это паразитическая система. Использовать что-то паразитическое во имя добра очень сложно. Есть магия, которая в зависимости от использования может становиться либо черной, либо становится белой. Либо быть натуральной, как положено. А есть вещи, которые созданы более паразитизм. Использовать паразитические вещи для того, чтобы творить добро, это практически невозможно. Практически невозможно. Чтобы как-то это все-таки делать, нужно быть магом. Если вы хотите балансироваться, то есть огромное количество техник, в технику йоги, в суфизме, в зраастризме, в видизме, в дзене, в конце концов, в буддизме. Этих техник огромное количество. НЛП техника была создана как паразитическая система. То есть она связана с навязыванием в снушении кому-то чего-то. То есть в магии тоже есть такие техники. Поэтому я не рекомендую вам использовать технику, которая изначально была создана как паразитическая. В любой технике основой является морально-нравственная база, то есть этика. Если этика соблюдается, то систему можно использовать. В НЛП технике, как такой нравственной техники, не существует в принципе. Там есть задача захватить ресурс. То есть паразитическая, хихническая идеология. Поэтому есть люди, которые могут иногда эти вещи использовать, но это опасно. Это как пытаться использовать 10 заповедей для того, чтобы жить хорошо, чтобы жить правильно. Есть люди, которые умудряются, опираясь на это, как-то что-то делать. Но это тоже опасно, потому что это очень плохая опора. Это как, знаете, есть такая ситуация, когда на воде собирается мох и появится поверхность. Его называют плавуном. То есть там мох, под ним что-то еще, на него могут расти деревья, и он так на воде стоит. И по нему, в принципе, можно ходить. Я в детстве, когда был маленький, ходил с плавуна, ловил рыбу. То есть можно ловить. Но это почва, которая в любом моменте может провалиться. Вы чуть-чуть сильнее нажмете, подпрыгнете чуть-чуть, падете, и вы провалитесь в воду. Вот эти техники, если вы пытаетесь как-то их использовать для себя, не создавая вреда, вы ходите по плавуну. То есть это большой риск. Если он очень мало оправдан. Во-вторых, у техники НЛП нет будущего. Типа НЛП нет будущего. У вас есть потолок, дальше которого вы не пойдете. Если вы используете какую-то практику, эта практика должна вас вести, говорится к Богу. То есть это, знаете, как дерево, которое оттуда вечности. Дерево, которое упридется в потолок, и все. Это как, например, культуризм. Неплохая, в принципе, вещь, но у него есть потолок. Есть физиологический потолок мышечной массы, например. И дальше определенного уровня вы не пойдете. Если вы хотите заниматься развитием, найдите себе что-то, что не имеет потолка, что упирается в возможность реализовать себе качество творца. И для этого техник достаточно. Поэтому НЛП, созданное паразитами, его очень сложно использовать, получив какую-то проблему. Я не принципиально против того, что некоторые люди умеют какие-то вещи использовать, но это опасно. Это ваш способ жить хотя бы по плавуну. То есть вы приличненько рискуете. То есть вы можете сорваться в ненужный момент, и все, что вы делали, будет для вас в большей степени потеря ресурса, чем получение пользы. Поэтому найдите что-то более естественное. Паразитические вещи, они могут некоторые из них использовать только магами, и только при очень тонком видении и очень высоком самоконтроле. Черная магия иногда используется против самих демонических существ. То есть берется не в чистом виде черная магия, а берутся некоторые техники, которые будут на черных магах работать как черная магия. То есть тогда, когда человека нельзя высветлить, он просто уничтожается тем, что он делает сам. И иногда маги эти вещи используют. Ну, белые маги, наверное, подобные вещи не часто, но используют. Для вас я не рекомендую использовать такую вещь, как НЛП. Потому что если ваш психотип такой, что вам нужно использовать какие-то психологические практики, то найдите ли я что-то, что не будет так опасно. Есть какие-то НЛП, он развивает у человека определенное мировоззрение, которое не соответствует понятиям этики, понятиям гармоничного человека. И рано или поздно у вас будет такая ситуация, когда вас будут спихивать уже, будут раскручивать, начнут раскручивать ваше эго и спихивать вас паразитизм. И вы эту граню можете не почувствовать. Субтитры создавал DimaTorzok